Добрый день, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и мы начинаем наше видео. Всех рад приветствовать, поговорим, как всегда, о текущей ситуации, поговорим о том, что происходит вокруг коронавируса, что происходит на фондовом рынке и я также расскажу о тех идеях, которые планирую торговать уже в ближайшее время. Всех рад приветствовать, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях, ну и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить все следующие трансляции. Ну а вчерашний день для фондового рынка был очень активным, все практически росло, мы видим то, что рынок торговался практически по всем инструментам в зеленой зоне уже давно, ну практически первый раз за последний месяц, что может вселять определенный оптимизм, но с другой стороны может и оптимизм это быть довольно-таки ложным. Что же сейчас происходит, или уже падение остановилось, кризис завершился, сейчас все начнет расти, но на самом деле здесь есть несколько вещей, то есть кратко скажу свое субъективное мнение о том, что на текущем, на фоне опять же коронавируса, на фоне закрытия многих стран, остановки производства, пока еще полностью все нюансы, которые могли произойти, они еще только впереди. Сейчас постепенно закрываются все ключевые экономики, но только Китай начинает восстанавливаться, ведь тем не менее это может сказаться уже на всех других странах, поэтому вполне вероятно, что то снижение, которое мы видели, оно может быть не последним. Ну а теперь давайте разберем, что же происходило. Акции валюты развивающихся стран дорожают вслед за фондом рынка США, который завершился во вторник, мы увидели лучшую торговую сессию практически за 10 лет. А фьючерсы на акции США также остановили свое падение на новостях о том, что Белый дом и Сенат договорились о стимулах, все-таки пришли к договоренности о том, каким образом будет это происходить, то есть довольно-таки обширный пакет мер, выливают, заливают деньгами просто все, что можно, ну и опять же рынок на это безусловно среагировал. Вопрос опять же в том, насколько долго эта реакция будет. Нефть марки Brent растет уже несколько сессий подряд, вопреки неутихающему ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией. Доллар также снижается по отношению ко всем валютам уже третий день подряд, что может также служить признаком ослабления напряженности с фондированием. Ну безусловно этот момент тоже важно учитывать и иметь в виду своей торговли. Ну а теперь, наверное, к основному ньюсмейкеру последнего месяца это коронавирус и на текущий момент давайте посмотрим общую сводную таблицу для того, чтобы как раз увидеть, что сейчас происходит. На текущий момент, на момент записи данного видео это 424 тысячи подтвержденных случаев. На текущий момент количество смертей в Италии уже превысило количество смертей в Китае, достигнув отметки порядка 6800 смертей. Ну и также есть информация о том, что в Италии просто перестают лечить тяжелобольных и стараются оказывать внимание тем, кому еще можно помочь. Ну и безусловно это из-за того, что ресурсов просто на все не хватает. Что здесь важно? Важно отметить то, что количество случаев, которые подтверждаются каждый день, оно неуклонно растет. Вчера во вторник чуть меньше было, чем в понедельник, но тем не менее прирост 40 тысяч за один день по всем странам, он довольно-таки серьезный. Безусловно важно понимать то, что такие страны, как Африка, Индия, страны развивающиеся, не такое большое количество случаев, скорее всего просто потому, что их не проверяют, ну и просто нет технической возможности проверить все то, что происходит. Ну и также уже страны начинают закрываться на карантин, точнее продолжают это делать. Например, премьер-министр Индии объявил абсолютный карантин на всей территории страны. Это коснется всего населения, которое составляет порядка 1,3 миллиарда человек, что безусловно огромное количество людей, которые нужно просто заперечь, что называется, дома. Ну и безусловно вряд ли это будет происходить точно так же, как это происходит в Европе. Ограничения в Британии. Ныне премьер-министр Борис Джонсон накануне заявил, что отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в случае крайней необходимости, чтобы купить продукты и товары первой необходимости или обратиться за медицинской помощью. Кроме того, жители стран могут один раз в день заняться физическими упражнениями на открытом воздухе. Опять же, это происходит повсеместно и уже масштабы тех потерь, которые могут понести малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, они будут уже скажутся в ближайшее время и мы, собственно, станем тому свидетелями. Ну а теперь давайте поговорим о том, что у нас происходит на рынках, разберем все основные валютные пары и я расскажу о тех сделках, которые я для себя также планирую. Но пока нет открытых сделок, опять же, на рынке волатильность крайне высокая, поэтому пока к выбору точек для входа подхожу крайне аккуратно. По евро-доллару здесь также сохраняется интерес к поиску покупок на отбитие от уровня 1.06, поэтому здесь с точки зрения продолжения торговли у меня с точки зрения часового таймфрейма поставлен отложенный ордер. На тот случай, если цена еще раз корректируется в область минимальной значения вчерашней торговой сессии и по цене плюс-минус 1.07.23, здесь для меня было бы интересно войти, чтобы остаться в рисках. Опять же, вчера евро-доллар смог закрепиться выше максимумов 23 и 20 марта, что подтверждает на текущем момент сохранение восходящей информации, поэтому здесь мы можем говорить о том, что с точки зрения часового таймфрейма у нас тенденция восходящая. Еще теперь вопрос, где мы к ней сможем присоединиться. Для меня с точки зрения текущей ситуации как раз интересен уровень 1.07.26, то есть если мы туда скорректируемся, здесь я смогу получить возможность войти к этой сделке с тем риском, который для себя, опять же, могу позволить в рамках текущей ситуации. По фунту также идея покупать, она сохраняется, но, собственно, на текущий момент мы видим, что сохранение восходящей информации у нас здесь остается. Соответственно, здесь я также для себя поставил дополнительно отложенный ордер на цену 1.15.19, в том случае, если будет еще одна волна коррекции, но мы не уйдем ниже минимальной значения, которую мы видели в середине марта, то, соответственно, здесь я в эту сделку присоединился по текущим ценам, сходить довольно-таки дорого. Опять же, здесь сам мотив присоединиться к этой сделке, он зависит от нескольких факторов. Если бы депозит был больше и минимальным объемом можно было бы присоединиться, наверное, и по текущей цене, поэтому от этого тоже здесь нужно исходить. С точки зрения часового таймфрейма, здесь мы можем также констатировать, что у нас началось восходящее движение. Сегодня цена торгуется уже выше максимум, которые были сформированы в понедельник и вторник, что дает дополнительное подтверждение восходящей информации по данному активу. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы планомерно отбиваемся от локальных максимумов. Началось здесь нисходящее движение. С точки зрения, опять же, дневного таймфрейма мы с вами видим то, что цена корректируется, но пока сигнал на вход только начинает формироваться. То есть, с точки зрения часового таймфрейма, мы сегодня смогли как раз закрепиться ниже минимумов, которые были сформированы вчера. Здесь я тоже поставил отложенный ордер на случай коррекции, но поставил его риском пол процента, поэтому поставил довольно-таки далеко. Но, тем не менее, здесь считаю данный уровень и данный размер стопа комфортным для присоединения в текущей ситуации. Потому что, если цена сможет закрепиться выше максимума 23 марта, то еще один рывок на максимальное значение, которое мы видели в области 1.4650, он здесь будет более вероятен. Поэтому поставил отложенный ордер, но и если цена скорректируется, то хорошую цену для себя здесь могу получить. Если нет, то буду искать какие-то другие ситуации для входа. По паре американский доллар, японская иена. Картина точно такая же. Здесь я ищу продажи на текущий момент, но пока сигнал на продажу, как по всем другим инструментам, на котором мы видели, не появилось. Здесь мы видим определенное замедление восходящей формации. Максимум переписывается, но не сильно. Поэтому здесь я ожидаю закрепления ниже минимальной значения вторника. Это отметка 110.12. После этого буду искать уже продаж. То есть, пока доллар и иена выглядит наиболее интересно на фоне всех других инструментов, которые мы сейчас посмотрели. Но пока сигнала по данному активу не произошло. Поэтому здесь продолжаем следить и смотреть ситуацию по данному активу. По австралийцу. Здесь также и австралийц, и новозеландец началось восходящее движение. Опять же, здесь большой вопрос, где можно присоединиться. Но, к сожалению, пока с точки зрения текущего роста здесь нет комфортных уровней. Поэтому ни по австралийцу, ни по новозеландцу отложенных ордеров я не выставлял. Потому что здесь по-хорошему, в данном случае, в данной формации стоп я все-таки пока бы оставлял за минимум 19 марта. А если брать по текущим ценам, и даже если брать минимальный объем, то риск он гораздо больше, чем я могу для себя использовать. Поэтому здесь пока остаюсь наблюдателем. Но в целом, с точки зрения часового таймфрейма, рост здесь сохраняется. И, собственно, сегодня мы получили дополнительно этому подтверждение. Поэтому, если вы находитесь в покупках, то их имеет смысл продолжать держать. И точно такая же ситуация по новозеландцу. Мы отбиваемся от области 55. И сегодня также мы закрепились выше максимальных значений, которые были сформированы вчера. Теперь следующая цель это уйти за максимум 19 марта. Именно за 59.40. И дальше двигаться уже на 60 и на 61 соответственно. А по золоту здесь у нас сохраняется также рост. Сегодня мы немножко уже обновили локальный максимум. Но на текущий момент тенденция восходящая по золоту сохраняется. То есть движемся планомерно на область 1700. Сейчас немножко корректируемся с открытия. Но, тем не менее, общая формация, общее настроение здесь также остается восходящей. Поэтому здесь ожидаем закрепление выше максимальных значений, которые были сформированы вчера. По 1635 долларов за тростку унцию. Дальнейшее движение уже на 1700. Индексы корректируются. Так вот, также большой вопрос, что это сейчас техническая коррекция. Или уже, в принципе, все то падение, которое было, оно отыгрывается. Но вот, на мой взгляд, на мой, опять же, повторюсь, субъективный взгляд, это еще не последнее снижение. Здесь мы вполне можем увидеть еще одну волну коррекции. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что DAX подрастает, S&P подрастает. Соответственно, сегодня по DAX мы торгуемся довольно-таки хорошо. Уже закрепились выше максимума, которые были сформированы на этой неделе. И подошли вплотную к максимуму 13 марта. Поэтому здесь сохраняется тенденция восходящая. Ну, а возврат к продажам и волну еще одной нисходящей коррекции, я думаю, что мы с вами сможем увидеть, если цена все-таки перепишет минимумы, которые были сформированы на этой неделе. Но мы это довольно-таки хорошо сможем увидеть уже, исходя из той ситуации, которая будет на рынке происходить. Поэтому здесь пока тоже остаюсь вне рынка. Потому что присоединиться к этой ситуации довольно-таки проблематично. С точки зрения установки стоп-лосса и соотношения риск-прибыль. По индексу S&P 500 также у нас здесь сохраняется восходящая формация. По S&P ситуация чуть более интересна с точки зрения присоединения. Поэтому здесь, по крайней мере, я поставил тоже отложенный ордер. По цене 2272, если мы еще одну волну коррекции сюда дадим, что может быть там снижение на порядка 8%, что довольно-таки много в такой ситуации. Я тоже это понимаю. Но, тем не менее, если мы сюда скорректируемся, то будет хорошая точка для входа в сделку. И ее я постараюсь взять, если, соответственно, движение туда пойдет. Ну, а по нефти марки Brent мы тоже видим уже определенную остановку. Продолжают договариваться США, Салдиты. Но на текущий момент пока новых минимумов мы здесь все-таки не видим. И волатильность несколько снижается по данному инструменту. Поэтому пока, опять же, с точки зрения часового таймфрейма, здесь мы видим некоторые попытки начала восходящего движения. Если нефть может закрепиться выше уровня 28,69 максимума вчерашней торговой сессии, то, вероятно, уже продолжение восходящей формации и следующий импульс уже восходящего движения может подойти. Но и, безусловно, те фундаментальные данные, которые могут произойти от ОПЕК, то есть то, о чем договорятся, уже могут дать определенный драйвер для роста по данному активу и, в целом, по нефти. Поэтому на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Но мы с вами увидим в пятницу для того, чтобы посмотреть, что же у нас, чем завершается текущая торговая неделя и что происходит на рынках. Поэтому всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok